Рига заинтересована прийти в белорусско-китайский индустриальный парк на правах третьей стороны. Об этом заявил вице-спикер латвийского сейма на встрече парламентария в двух странах. Сегодня Беларусь и Латвия реализуют более 50 соглашений. Накануне стороны договорились развивать грузовые перевозки ускоренными поездами Минск-Рига. Первый состав хотят отправить до конца года. Это будут грузы в контейнерах, следующих в рамках проекта «Экономический пояс шёлкового пути» в сообщении Китай-ЕС в направлении Латвии. Также рассмотрена возможность свободных экскурсионных поездок по Белоруссии и Латвии для гостей Чемпионата мира по хоккею 2021, который примут Минск и Рига. В Минске сегодня новый раунд переговоров по Донбассу. Стороны обсудят традиционно главные вопросы – выполнение минских соглашений в сфере безопасности, подготовку к обмену пленными, восстановление инфраструктуры и политическое урегулирование. Ранее контактная группа договорилась о школьном перемирии в Донбассе. Это уже пятая с начала года попытка прекратить огонь. Переговорщики также продолжают работать над созданием новых зон безопасности. Беларусь претендует на победу в конкурсе лучших туристических направлений журнала National Geographic. Речь идёт о номинации «Гастрономический» и «Агротуризм». Онлайн-голосование проходит на сайте журнала до 15 октября. Напомню, год назад по итогам конкурса Беларусь была признана лучшей страной для агротуризма. В нашей стране более 2000 агроусадеб. В прошлом году в них отдохнули свыше 300 тысяч человек.